Доброе утро всем, кто присоединился к нам. Сегодня у нас в гостях семья художников. Лариса Чамаева – мастер декоративно-прикладного искусства и преподаватель Института культуры и искусств КЧГУ. А ее дочь – начинающий дизайнер-декоратор Амина Богачева. В эти минуты в нашей студии они расскажут моей соведущей Белле Джозаевой, есть ли у них творческие разногласия, какие народные промыслы у них в приоритете и кто у них в семье еще увлекается художественным творчеством. Доброе утро всем! Доброе утро, Лариса! Доброе утро, Амина! Доброе утро! Благодарю вас за то, что вы приехали сегодня к нам в гости. Лариса, давно с тобой не виделись. И вот сегодня ты приехала со своей дочерью Аминой. Значит, начнем с того, что у вас очень творческая семья. Ты признавалась как-то, чтобы ты не хотела, чтобы твоя девочка пошла по твоим стопам, твой мальчик тоже. Но видишь, как говорится, гены. Девочка твоя тоже вышивает, шьет, рисует, даже киизы делает. В общем, она пошла по маминам, по папинам стопам. Да. Вот. Мальчик твой тоже лепит. Ну, сегодня мы, наверное, больше поговорим даже о творчестве Амины. И как-нибудь всю вашу семью тоже как-нибудь соберем и будем рассказывать, кто чем любит заниматься. Аминочка, хочу обратиться к тебе. Вот как это увлечение началось? Ты видела, что мама все время что-то делает, делает, делает и не смогла удержаться? Да. Мама хотела, чтобы я выбрала другую профессию. А какую? Например, экономист, оферист, врач. Но ты решила все-таки стать художником. Я захотела, чтобы мама меня научила всему тому, что умеет сама. Лариса, что касается тебя, ты, конечно, уже признанный мастер. Ты авторитет в области народных промыслов. Вот сегодня ты принесла две книги. Я так понимаю, что ты решила свое мастерство передать посредством книг молодежи. Ну да, это в принципе необходимо, потому что то, что ты делаешь, вот элементарно этот платок, который я вот недавно завершила, но работала над этим платком не один год, тоже, ну, одновременно, можно сказать, и выпустила книги, и платочек вот этот завершила. Но передать каждому то, что ты делаешь, можно только через книги. Вот это курс лекции у меня «Искусство войлока» в соавторстве Саминат Хапаевой. Там, например, уже фотографии работ сохранятся, и будут люди видеть, что мы делаем. Лариса, нашим зрителям я не буду рассказывать о том, что ты умеешь, потому что мы много раз это говорили. Это и киизы, это и вышивка, это и национальное платье, это и картины на коже. Вот конкретно сейчас над чем ты работаешь? А всего почти чуть-чуть, как всегда. Устаю от чего-то одного, перехожу к другому. У меня всегда так было, потому что сидеть вышивать – это очень кропотливая работа. Тем более уже с каждым годом, с возрастом уже это все сложнее и сложнее. Поэтому то садишься за живопись, то садишься за вышивку, и оно друг друга как-то компенсирует, и легче работает. У вас четыре человека в семье, и все четыре художника. Юные художники и художники профессиональные. У вас творческие споры возникают? Нет. Вы мирно сосуществуете? Да, да. У каждого свое видение красоты? Мы дополняем, что-то подсказываем друг другу. Кто-то видит больше, кто-то видит в данном направлении. Если я больше вижу, я подсказываю. Если я не вижу, они подсказывают. Бывает, что дети помогают. Так что мнение всех всегда имеет главную роль. Ну, хотелось бы в ближайшем будущем увидеть вашу персональную семейную выставку. Я желаю вам творческих успехов дальнейших. Спасибо большое. И спасибо, что приехали сегодня к нам в гости. Спасибо большое. Удачи. Спасибо вам. Всего доброго. Спасибо. Вещание на телеканале «Россия-1» продолжит программы русской редакции. А в 14.30 вести с Ашемезом Пхешковым. Хорошего всем дня. Весна будет чудесной. С Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru Или приходите в офис. Московский индустриальный банк. С 7 по 10 апреля выберите мебель, предметы интерьера, материалы, комплектующие и оборудование для деревообрабатывающего и мебельного производства на выставке «Юмитс». Краснодар. Конгрессный 1. Экспоград. Юг. Бесплатный билет на выставку по промокоду «Юмитс» на сайте «Юмитс.ру». Грандиозное шоу династии Багдасаровых в Кисловодском цирке с 13 марта. Биберлэнд. Миру сыр. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин